уважаемые друзья рыбаки всем крепкого здоровья в общем частенько мне бывает пишут люди в комментариях о том что безмотылка это как бы дорогие снасти дорогие бормышки там дорогие крючки лески и так далее подобное в общем сегодня у нас будет наверное видео развеивание мифов о том что безмотылка это дорого сегодня мы поедем с вами в магазин купим самую дешманскую удочку самую дешманскую леску самые дешманские мормышки потом переоделась и поедем с вами на близлежащий водоем для того чтобы вы смогли убедиться в том что рыба на безмотыльную мормышку клюет даже при учете того что снасти у вас самый бюджет хотел сказать большое спасибо всем тем кто подписался на мой канал в яндекс джене нас там уже практически три с половиной тысячи человек те кто еще не подписался обязательно подписывайтесь почему потому что там помимо видео у меня выходят еще и статьи интересные посты то есть как бы сама по себе площадка на яндекс джене она на мой взгляд имеет какие-то определенные преимущества перед youtube вот но я думаю что в скором времени они еще допилят этот сайт структурирует его и будет вообще шикарно поэтому обязательно проходите по ссылкам внизу в описании под этим роликом обязательно подписывайтесь и оставайтесь на связи в общем друзья приехал я к этому отцу магазин магазин называется таймень такое красота такая кругом в общем сейчас мы будем выбирать удочку кстати мой отец Игорь Петрович в общем надо выбрать самую дешевую удочку для ловли на безмотыльную мормышку понятно тут у нас удочек много всяких есть обычные удочки есть балалайки по самым разным ценам и по 70 рублей по 110 рублей вот я вижу и по 200 рублей и так далее и так далее да самая дешевая удочка из того что здесь представлено это конечно вот это всем известно еще с советских времен обычная удочка по названию телефончик на телефончик у меня тоже такая была но ценник понятно такая удочка незамысловатая обычно достаточно удобная со стопором хода здесь все крутится если что все легко просто выворачивается меняется и все и цена вопроса 50 рублей да ну вот можно положить ее на снег в принципе все понятно я думаю что единственный минус в этой удочке это то что она пластмассовая и в холодную погоду все-таки будет немножко холодновато руки больше особых минусов здесь нет шестик он достаточно гибкий ничего дешевый дешевый терзин соли туда так в общем эту удочку мы берем дальше дальше нам надо будет выбрать с вами кивок и тут как бы два варианта можно взять кивок лавсановый можно взять кивок из металла и те и те есть сейчас пройдем и посмотрим и выберем так здесь у нас идут кивочки кивочки вот я вижу есть металлические вот эти вот но по 25 рублей по 25 рублей кивок из металла ну он скорее всего будет ржавитель это не ржавейка это не ржавейка это не ржавейка почему он конусный все тут шикарно сделано и крепление все 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 чем даже рессорный кивок давай мы их посмотрим и еще надо будет наверное взять посмотреть какой-нибудь кивок более короткий из лавсана тоже какой-нибудь дешевый для того чтобы ловить на такие мормушки как гвозди шарик вот такие страшно под названием с картины сторожок ну вот этот более менее может быть еще помягче есть какие то нет ну вот 010 04 он есть с этим с колечком я с колечком вот пойдет огонь вообще давай отличный старожок давай сюда положим так ну теперь надо выбрать лесочку леску тоже в общем выбираем сейчас лесочку вижу я вот тут тут есть микадовская леска дина galaxy 208 давай вот дина galaxy возьмем 208 она скорее всего по сечению будет 0 1 вот потому что леска так как бы бюджетная и она скорее всего чуть-чуть завышена да да по микрометру если мерить она будет на 1 единицу плюс телеской хорошая и качественная куда и такой низкой цене акриле главное крепкая да да и возьмем сейчас если можно будет видите они видны что она для тоненькая леска хорошая тоненькая ну все давай сейчас пойдем мормышки тогда выбирать мормышек конечно просто тьма тьмущая всякие всякие еще всякие разные так мормышки мы наверно с вами возьмем тоже ребят бюджетные возьмем свинцовые мормышки безнасадочные которые уже давным-давно себя зарекомендовали и это будут клопики клопики и вот здесь вот еще маленькие мормышки очень интересные которые не требуют доработки и ценник у них идет на секундочку 22 рубля вот так и бит вот так сейчас возьмем несколько штучек ну и можно будет уже настраивать снасть вот есть вот клопик с медной коронкой ядовица зеленого цвета вот один такой возьмем и чего-нибудь вот из этого какие-нибудь тут вот маленькая какой-нибудь вот такой вот ближе ко мне вот эти вот он крайне одну да давай одну все отлично так ну и надо нам наверное взять еще чертика одного если как бы тут свинцовые черти вот но они большого ты сейчас у нас пока глухозимые так что надо что-то поменьше и вот я заметил по 80 рублей от вольфрамовый нет вот вот да вот где вот этот тоненький в этом две штуки лежат вот одного такого надо взять однозначно вот такого маленького как раз сейчас на них сам эту шо рыбу еще пока капризная вот пойдет вот это вот самое то начинаем считать значит удочка балалайка 55 рублей плюс леска 55 рублей плюс старожок значит 25 рублей плюс старожок лосановый 30 рублей плюс две мормышки по 22 рубля это 44 рубля и плюс дорогая дорогая мормышка черт вольфрамовый за 80 рублей вот дорогая покупка 80 рублей не того сумма 289 рублей ну вот дорогие друзья 280 рублей и комплект для ловли на безмотулку у нас полностью готов сейчас мы его соберем и поедем на водоем будем пробовать что-нибудь поймать да я думаю что получится все причем получится все хорошо потому что в рыбалке самое главное не сколько снасти а голова и руки это точно поиск рыбы и так далее а снасти они уже бывают различными я начинал свою рыбалку спиннингом это я взял кусок палки ветку вырезал из лента примотал обычную инерционную катушку в невскую леску 06 значит свинца у меня не было грузила я использовал обычную небольшую гайку на 16 и и блесна которая купила в тагиле в магазине это была махонькая вертушка совсем их никто не покупал потому что она была очень легкая и никто ее не мог забросить в то время мне пришлось купить потому что ничего не было и вот это была моя снасть мне было лет наверное 8 или 9 и с первой рыбалки я поймал две щуки для меня это был какой-то дикий шок кольца я сделал из алюминиевой проволоки который тоже примотал на обычной изолентой было так смешно я за это вспоминаю как будто это было буквально сейчас вот такие были времена золотые нет нищие были времена ничего не было ну да ну конечно стоит отметить то что разнообразие в снастях оно все равно нужно потому что ну допустим удочки которые сделаны с душой вам приятнее да и как бы безусловно и когда снасть хорошая качественно получаешь удовольствие больше удовольствия больше удовольствия ну и и поймать на на может даже больше там и в некоторых местах в некоторых местах да там где достаточно серьезный прессинг более тонко настроенные ну понятно что более дорогие снасти рыбу поймаете все-таки больше при условии того что вы умеете этой снасти пользоваться правильно то есть в любом случае при любом раскладе самое главное это головой руки головой руки ну и удачи иногда бывает тоже полезно да я знаю некоторое количество рыбаков которые они видимо молятся каким-то своим богам и урод рыбы там где этой рыбы просто нет они меньше не чем-то похоже также хотел отметить то что в связи с отменой монетизации на ютубе дальнейшая судьба моего канала зависит только от моего энтузиазма и вашей помощи поэтому реквизиты карточки оставлю внизу в описании под этим видео и помните о том что даже 50 рублей это существенный вклад потому что эти деньги пойдут на приобретение бензина для того чтобы я смог ездить на рыбалке в более отдаленные места ну и соответственно снимать для вас интересное и может быть иногда даже красивое кино ну вот ребят прошло буквально пару часов я сейчас на водоеме на домашнем водоеме приехал проверить несколько точек которые с лета с охолозом я нашел сейчас посмотрим пробурим лунки тут есть одна лодка лежит на ней ну и так далее уже пойдем по луночкам ну вот у нас на первой точке очень большое количество окуней ну они правда не крупные но их много плавники приспущены у всех так что непонятно будут они вообще сегодня в принципе клевать или нет но я думаю что есть смысл попробовать глубина здесь небольшая критическая масса рыбы приличная так что есть вероятность того что может быть получится их раздраконить вот плавают они конечно неохотно но я думаю что все таки все таки можно попытаться их раздраконить сейчас настроим нашу вновь купленную удочку и посмотрим как на это отреагирует рыба сейчас мы поговорим о хаосе вот что вот все вот 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 Мормышку сейчас поставлю зелененькую, попробуем на нее сначала. Сразу, сразу клюнуло, ребят. Вот и все. С первой проводки. Безмотылка. Дешевая, кивок дешевый, удочка дешевая, леска дешевая, все дешевые. Рыба с первой проводки, клюнула. Вот так. Вот, опять задевка была. Кивок этот, конечно, мотыляется на ветру. Очень сильно, как бы не совсем, конечно, с ним комфортно ловить, но начинать можно, ловить можно. Поклевку он покажет. Определенную игру для мормышки он все-таки задаст. Ну и, соответственно, свою роль он выполнит. Пусть не так хорошо и четко, как это будут делать кивки более высокого класса. Но, тем не менее. Ого. Была тихонечко сейчас поклевка тихая такая. Но, кивок, конечно, отработал, но не так, как хотелось бы. Но, тем не менее. Тем не менее. Рыба клюет. Шестик отпал. Шестик надо, конечно, фиксировать на этой удочке. Подрабатывать ножичком. Вот. Чтобы такого не было. Ну, вот тут вот явно лунка кормлена сегодняшняя. Сейчас посмотрим с камерой, кто тут живет. Ну, здесь прям... Красота вообще. Соружка какая. Ха-ха-ха. Надо сказать, что любит активная. Вот. Здесь, как бы, может быть даже и половим. Вот. Вот. Клопика я сейчас отрываю. Кивочек этот короткий я снимаю. Ставлю кивок длинный. Вот этот. Нормальный кивок. Нормальный. И попробуем мы потрясти на него. Вообще, конечно, стоит отметить, что все эти недорогие удочки, такие недорогие снасти, они при определенной доработке превращаются в достаточно хороший инструмент для рыбалки. Вот. В данном случае мне нравится даже то, что здесь немного такой изогнутый шестик. Вот. Объясню почему. Игра, получается, на мормышке более сопливая. Вот. А когда глухозимие, то частенько бывает то, что это хорошо привлекает рыбу. Когда мормышка еле-еле движется. Вот. Не знаю, будет сегодня клевать сорожка или нет, но если она все-таки клевать надумает, то сопливая игра, я думаю, что сегодня будет прям нам на руку, что называется. Вот сейчас мы это все и испытаем. Задело. Это была сорожка. Она убежала. Ну вот есть небольшие какие-то задевки здесь. Вот. Сейчас возьму свою удочку самодельную. и попробуем поймать ту рыбу, которая здесь есть. Ну вот, собственно, этим и отличается. Оп. Крепочка была. Снасть. Как бы начального уровня. Вот. Уже такой. Вот она рыбка. Вот продвинутая снасть. Хорошая попала рыба, кстати. Сорожка на черта клюнула. Вот видите, отличается тем, что, как сказать, снасть хорошо настроена и поэтому получается ей работать более качественно. Ну, соответственно, там, где рыба такая же, как вот в этом месте, что называется, наученная, то и результативность выше в этой снасти. Потому что поклевки передаются более хорошо, проводка задается более четко и так далее. Ну и, соответственно, ценник у таких снастей в несколько раз дороже. Вот. Но эта плата именно за, что называется, настройку работы снасти, что ли. О! Есть. Тоже сорожка. Ну, это уже надогонялка присосалась. Так же, если вот, допустим, поставить такой кивок, который у меня сейчас стоит на вот этой самодельной удочке, на вот ту балалайку, на которую мы сейчас ловили, то это в разы повысит чувствительность снасти. Вот. И, соответственно, будет уже более комфортно работать. И вот предательские поклевки плотвы уже будет намного лучше видно. Ну и, соответственно, игра мормышки будет более плавная. Вот. Даже несмотря на то, что тот кивок как бы и так, тот, который покупной на остановке было. Вот. О, какая. Присосалась. Солитерная. На черта. На голову. Вот. Сорожка. С пузом. Видите, с каким. Тот кивок, который покупной, он как бы и так выдает игру достаточно плавную, но он выдает плавную игру за счет того, что он идет параболик. То есть он не точеный кивок. Вот. И, соответственно, при малейших задевках сороги он практически никак не реагирует. Вот. А этот кивок, он точеный. Поэтому, когда есть задевушки такие вот предательские, какая сейчас была, он отрабатывает. Вот это как бы и основные такие вот нюансы, из-за которых все-таки я свое предпочтение отдаю снастям более высокого класса. Потому что ловить более комфортно. Да, конечно, там где рыба, как бы, ну, не искушена, да, таким количеством рыбаков и снастей, которые эти рыбаки предлагают на суд рыбе, там, да, там, в принципе, по барабану какой-то кивок, там, мормышка, там и так далее. Люди на севере ставят здоровую дробину, насаживают червяка и ловят плотву на стоячку, и пофиг ей вообще она жрет. А здесь же не так. Она тут бывает на малинку-то не клеет. Вот. И тут вот на голого черта ловишь, сидишь, потихонечку вытрасываешь, провоцируешь рыбку. И вот такие вот, когда нормальные поклевки, когда вот еле-еле заденет, затронет чуть-чуть. Вот в таких условиях, конечно, более высокие снасти, они помогают остаться с рыбой, так скажем. Не хочет. Ну, ладно. Попробуем, тогда наймфо-шарик. Ну. Нормально. Развисалась. Ну, и нимфо-шарик. Эта. И куда пошло. Это сейчас работает нимфо-шарик в весе 0,4 грамма. Есть задевки. Вот. Но поклевки-то не активные. Вот. Поэтому рыба, что называется, не засасывает мормышку в топку. Вот. Вот. Поэтому есть смысл поставить более мягкий кивок. Взять нимфо-шарик в весе, допустим, 0,2 грамма. И попробовать посмотреть, какая будет. И посмотреть, какой будет эффект. Вот такой маленький нимфо-шарик. 0,2 грамма. Кивок. Из рентгеновской пленки. Ну, и давайте попробуем поймать. Ой, хорошая. Бьется как, смотри-ка. Чем-ка. Клюнула. Клюнула. Ну, нормальная рыба. Зачет. мурмышка просто веса маленького она играет более плавно играет более плавно и не так сильно настораживает рыбу ну и плюсом ко всему общий баланс снасти позволяет задавать игру которая очень привлекает эту серебристую красивую рыбку вот результат до этого сейчас я трес на черта на покупного с кивком и металлом вот и немножко не получалось но сейчас вот я попробую снова вот опять как поклевка была на это что-то вот на сейчас я попробую взять опять балалайку телефончик поставить на нее медную мармышку медного цвета свинца и попробуем на вытрясти какую-нибудь здесь рыбку опа кленово нормально нормально ну вот мормышка сегодня решает мормышка сегодня решает и все-таки покупной лосановый кивок за 25 рублей плови рыбу вот единственное что сегодня достаточно лайтовые условия для такого кивка что я имею ввиду сегодня у нас плюсовая температура сегодня плюс 3 ребята на секундочку соответственно в такую погоду локсан совсем не дубеет по своим свойствам практически такой же как орентгеновская пленка то есть мягкий эластичный материал который хорошо реагирует на поклевочки в городе основнойendy тут нужно остановила чуть-чуть похоже что рыбку сегодня надо удивлять не не так все не так все просто как хотелось бы быстро видимо привыкает к мормышке и поэтому смена приманки сегодня однозначно рулит но вот на эту мормышку медного цвета я все-таки поймал парочку рыбок это сейчас думаю наверное опять попробовать половить на черта на свой самодельный кивок потом опять на нимфо шарик и потом наверное опять удочку телефончик по по паузе акунек на черта присосался на паузе наверху а 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 0 рожка снова я взял удочку с нимфо шариком на него в данный момент мне удалось поймать больше всего рыбы видосорожек решил на него все-таки половить еще дополнительно камера ну что друзья товарищи я надеюсь что у меня получилось в этом видео показать вам о том что недорогие снасти безмотыльной рыбалки имеет место быть я думаю что вы поняли о том что для того чтобы полностью раскрыть весь потенциал без мотылки все-таки конечно надо более такую деликатную более сбалансированную снасть это может быть и недорогая удочка но это скорее всего должен быть достаточно хороший кивок ну и по мормышкам тоже конечно надо иметь определенный запас для того чтобы в определенный момент рыбку все-таки соблазнить и остаться с уловом в общем сегодня удалось поймать несколько рыбок и на покупные мормышки также хорошо отработал как всегда нимфошарик несколько рыбок удалось поймать на чертика работу кивков вы смогли посмотреть сами ваучью ну и меня на этом все берегите себя всем крепкого здоровья не хвастанье чешуи и всем пока что-то вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok